Всем привет, друзья! Сегодня я бы хотел поговорить о последнем видео с Олегом Гаврилиным, где мы с ним обсуждали поделки в подводной охоте во фридайвинге. К сожалению, тема оказалась довольно актуальной и довольно много получили звонков и информации даже от людей знающих. К сожалению, некоторая информация, на основании которой они делали свои выводы, являлась не совсем корректной. Мы с ними долго обсуждали и я решил добавить от себя и снять такое короткое видео в конце пятничного рабочего времени. Есть два основных способа поделок. Первое, не очень распространенное, это когда берут гидрокостюм. Встречал лично такой, как Омар, например. Они делают такой же дизайн, такие же логотипы, такой же крой, такой же камуфляж и выдают за Омар. Но, естественно, используя другие совсем не такие качественные материалы, ну и получается, как получается. И очень многие люди потом обращаются в Омар и говорят, ребята, а чего как бы за фигня, почему у вас такие костюмы говняные. По разбирательству оказывается, что это вообще не их костюмы. Также мы сейчас встретили такую же тенденцию в ластах. Поделают, например, цетму, поделают алхимию, поделают ледерфинс, какие-то еще бренды и ставят прямо рибы вообще цетновские. На ощупь понятно, что они не такие, но с виду как бы один в один. Много чего поделают, но это самый нераспространенный вариант, но он встречается. Второй вариант, это как бы не подделка самой вещи, это подделка какого-то популярного неопрена. То есть на примере Ямамото расскажу, хотя это встречается на других так же само, там на Хэйвен, Дайваба, не суть. Значит, получается так, что люди ставят логотип Ямамото и выдают, что это Ямамото. Делают из разных неопренов самых дешевых и даже встречаются такие варианты, когда внутри у вас изнутри голый упор, вы смотрите, один рукав сделан одним цветом, ну то есть она отличается, это обрезок одного неопрена, другой другой. Но это встречается крайне редко, это когда делают на каких-то некачественных заводах и так далее. Этот вариант очень распространен тем, что в принципе очень мало людей способны понять, настоящие это неопрен или нет. В принципе, очень мало людей, которые могут определить на вид, на ощупь, на вкус, на цвет, на запах, что это как бы за неопрен. Такие люди существуют, я встречал, но это два-три-четыре-пять людей в мире. В принципе, даже когда отправляешь в лабораторию на тесты, мы выборочно из партии, например, отправляли свои гидрокостюмы, чтобы, пока мы проверяли завод, так скажем, начинали с ним работать, мы делали такие проверки и мы отправляли в Ямамоту непосредственно гидрокостюмы. И Ямамото нам сказала, что можно проверить двумя способами. Первый, это поджечь гидрокостюм, он горит другим пламенем и либо они могут проверить в лабораторных условиях, ну и соответственно они тогда подтверждают это Ямамото или нет. У нас, к счастью, оказалась Ямамото. Как, в принципе, отличить или попробовать отличить, это настоящий Ямамото либо ненастоящий. Опять же, например, Ямамото на других брендах неоприн тоже самое. То есть, получается, что если ставят значок Ямамото, присмотрите к нему. Обычно люди этот значок как-то чуть-чуть по-другому делают. У Ямамото есть только один определенный значок. Остальное это не Ямамото. Сразу взял пример по поводу следующего вопроса. Значит, у Ямамото, когда делается из официального неопрена, у них официально запрашивается, завод им скидывает какое количество и так далее. Ну и соответственно Ямамото присылает вот такие вот штучки. Иногда отрываются, иногда нет, но это не обязательно, что они должны быть. Это как, скажем так, вещь, которая обычно присутствует на оригинальных Ямамото вещах. Но опять же, не факт, она может и не быть. Это завод может просто не ставить. Ввиду экономии там какой-то энергии закрепить, я не знаю. Из того, что я встречаю сейчас на рынке, кто-то пишет о какой-то Japan Foam. Да, это подразумевает, что это как бы сделано из Ямамото. На самом деле это как звучит, так в принципе и есть. Это Japan Foam сделано не пойми из чего. И никакого отношения, скорее всего, это к Японии не имеет. Просто люди, как бы обходя все там запреты на использовании логотипов, ну придумывают свою какую-то интересную историю. Еще встречал очень много, что европейские бренды, которые делают в Китае, зачем-то это скрывают. Хотя в Китае это прекрасное место для производства, там прекрасные вещи делают, если на хорошем заводе. И получается, что они как-то варьируют. Made in China. И я встречал такие надписи. Made in China, это понятно. Есть такие Made in PRC и RPC. И это Republic of China. И если вы видите как бы три буквы, то это тоже Китай. Просто многие, пользуясь тем, что люди не могут понять, что это как бы Китай, они придумывают, опять же, свою какую-то интересную легенду, что вы знаете, это сделано там, я не знаю, в Милане на заднем дворе президента. И поэтому вот PRC это суперзнак. На самом деле это все банально сделано в Китае. Зачем скрывают, не знаю. Наверное, чтобы дороже продать. Но как бы каждый преследует какие-то свои цели. Кто-то пытается быть честным с клиентом, кто-то пытается какими-то вещами придумывать какие-то свои немыслимые легенды. Но это дело каждого. Еще встречал такие вещи, как кто-то пишет Yamamoto там 45, 39, неважно, там 40. И пишет класс А. Такой градации у неопрена нету. Yamamoto 39, это Yamamoto 39, Yamamoto 45, это Yamamoto 45. И никакой там внутренней градации А, Б, С такого вообще нету, не существует. И это все как бы опять же отнесем к легендам. Но я бы вам не рекомендовал, как и сейчас, бежать и искать, где там нету вот этой вот бумажки или где там нету логотипа, либо он неправильно нанесен. Потому что некоторые бренды сами не знают, как это должно быть. И они, например, не общаются с Yamamoto, либо завод в том же Китае у них некорректный. И не может их проконсультировать, да и сами не знают, как это делать. А если это какой-то серьезный, на хорошем серьезном заводе, то они прекрасно знают эти шаги. Можно много дискутировать, ломать голову, но я вам рекомендую просто быть, в принципе, даже невнимательным, а думать, где вы покупаете, смотреть, какой бренд. Явно у вас там друзья в нем плавают, и вы можете у них поинтересоваться, хорошо им или плохо. То есть есть куча неопренов, да, это совсем другая тема, какой лучше, какой хуже. Я, например, ну мне Yamamoto не нравится, да, кто-то там просто пищит от нее. Ну, как бы, сколько людей, столько мнений. Главное, чтобы вам было комфортно и хорошо. Вы, я вам рекомендую перед покупкой, когда вы держите гидрокостюм, вы верните его на другую сторону. Посмотрите, какие швы и каким клеем шили, потому что, каким, каким клеем склеивали. Потому что я замечаю очень многие тоже вещи, когда делают в Китае, тоже из Yamamoto, но делают на довольно дешевых заводах. Вот, судя по всему, по склейке, там по швам, там даже сантехнический клей ставят. И он такой желтого цвета. И получается, что когда, все бы ничего, но получается, что когда костюм у вас садится, швы эти не садятся. И они становятся тонкие, как ножи. И режут руки, режут под коленями, режут локти. То есть, ну, как бы вариантов масса. И, как бы, просмотрите костюм, если он сделан, там мягкие швы, красивая строчка, то это явно дорогой, хороший костюм. Мы тестировали много неопренов, в принципе, наверное, всей существующих. Из нормальных неопренов, потому что есть, я не беру там сантехнические, которые утепляют там трубы. И из которых, кстати, очень многие, еще лет 5 назад, это был вообще неопрен, им шили только так костюмы, которые можно было поставить в угол. И он вот так, как трубами стоит. И это, ну, был такой бум на эти костюмы. Вот. Ушли. Если брать из нормальных костюмов, вы его, в принципе, пощупаете, вы его посмотрите, вы его потянете, вы увидите, он качественный или нет. В принципе, вам для покупки этого достаточно. Если вы как-то сомневаетесь в этом, ну, поговорите с друзьями, у которых такие есть гидрокостюмы, и вы сделаете свой выбор. Потому что, в принципе, на рынке, как бы, очень много подделок очень много, очень много неправды на рынке, очень много разных гидрокостюмов. Но, тем не менее, все очень примитивно, и всего очень мало. Поэтому вы можете запросто, у вас там выбор всего, там, брендов 5, и вы можете, там, ВКонтакте, в Фейсбуке написать, что это за бренд, что это за неопрен, и вам все подробно расскажут. Поэтому желаю вам покупать по-умному, чтобы вам было все хорошо, не попадались на какую-нибудь ерунду подделки, не говорили, не судили, скажем так, потом о каком-то определенном неопрении, из-за того, что у вас был плохой опыт. Потому что очень сильно зависят, какая там лайкра, ну, вообще, какие составные. Потому что, так же, как в машину, вам поставят крутой движок, но в машинах лам, и вы скажете, ну, да, все как бы говно. А здесь то же самое. Просто плавайте, смотрите, ищите именно тот костюм, которому вам будет комфортно. Вот, желаю вам удачи, спасибо за короткий просмотр моего видео, и если будут вопросы, вы комментируйте, не стесняйтесь, там, говорите. Потому что я, как бы, вот, говорю видео, я, как бы, продумывал до видео, как говорите, получается, что мысли наплывают с разных сторон, и, чтобы видео не делать 50 минут, может, какие-то там ляпы будут, но я попробую потереть. Вот, и, как бы, надеюсь, что видео получится нормальным. Вам же желаю теплых и комфортных костюмов, прозрачной воды, больших трофеев. Спасибо, счастливо.